здравствуйте мои дорогие телезрители и конечно мои подписчики на канале youtube сегодняшняя тема морковка мои огромные коробки с семенами лежала и это вот пачка снимаем всей резинки и начинаем готовиться к посеву первое что надо сделать проверить какие семена у нас имеются какие просроченные и какие надо заменить какие надо купить что нам дало в прошлом году хороший урожай а чего можно уже какой-то сорт и забыть вовсе у нас слова морковь сибири ассоциация сразу морковная муха слово синоним называется морковная муха достала похоже всех но ведь это вы сами ее разводите да не надо качать головками никогда с роду не было до всегда она была у вас просто она появилась в огромном количестве в тот момент когда уже прошло лет десять после того как дачи появились у всех да вот если бы вот поколение перед нами хоть немножко наблюдала за колхозной жизнью они бы понимали и научили бы нас что сеять морковь надо все таки с расстоянием вот таким хотя бы 30 сантиметров между ряди и туда не надо лук толкать и редиску не надо вот морковка здесь морковка здесь знаете как у медлайдера да вот здесь 45 а вот тут два рядочка все он просто молодец замечательный парень и делает все так как надо в отличие от нас жадных сибиряков так в чем же причина почему любую морковку заедает морковная муха ну конечно в геометрии грядки вот поймите что если бы морковка росла вот так вот смотрите вот такая грядка ну давайте вот такие грядки сделаем ну не надо нам на три ряда но давайте ну вот так побольше вот 2 2 ряда морковки вы здесь можете запустить два ряда ну вот так вот до заборчиком и здесь два ряда но между ними но лучше в один ряд все-таки но между ними оставьте все-таки 30 сантиметров 20 мало и если бы вы помнили что при такой посадке нужно обязательно рыхлить вот это междурядье рыхлить вот эти края а поливать морковь в межу сюда в межу сюда нет ни сюда вот сюда и морковь это водокачка у нее корень до десятка метров тонкий я же вам показывала я специально откапывала этот корень я выкопал наверное целый метр этого корня ей не надо столько воды сколько вы даете и вот если будет поступать вода на меже сюда морковная муха не полезет здесь же нет морковки она же не про путешествует по такой плотной меже как вот эта дорожка да она может путешествовать по уплотненной грядке это она не прогрызет поэтому если бы здесь было рыхленно и сухо в междуряде и у боков тоже а вода поступала бы вот так вот подтягиваясь туда потихоньку и морковку бы не рвала и она бы не трескалась дождей вот так хватает хоть закрывая от них такие ливни в прошлом году были мама дорогая хорошо что вовремя выкопала а то бы вся наверно потрескалась и вы должны понимать что вот это вот технология она уже давно обязательно а если хотите здоровую морковку если хотите чтобы она долго хранилась чтобы была сладкой чтобы не было жесткой середины ну выслушайте мой добрый совет берли ком royal великолепная просто вы даже по морковке видите какая она тупо конечная достаточно ну как бы длинная сантиметров 20 а то и 25 ровная гладкая чешуйки у нее вот эти не ярко выраженные а у некоторые морковки вать ярко выражены это конечно самсон это огромная морковь до 150 грамм это другой фирмы тоже самсон да детская сладкая она не хранится совершенно крестьянка она не тупо конечная она такая вот видите у нее острые носики но она вот как раз мне не очень понравилась эта крестьянка ну конечно любимчик публики всей нанская 4 которая генетически устойчива к морковные мухи но не обольщайте количество морковной мухи может превысить все ваши предположения и морковка все-таки будет подъедена если муха не тронет морковь за сезон летом то в бабье лето если она все-таки залезет в землю да и вы передерживаете явно морковь ее давно выкопать бы пора то она у вас в подвале нагадит вашу морковку детская так ну тути фрути тупоконечная шикарная морковка просто слов нет краса девица вот это сорта тип шантаны еще раз хочу сказать для тех у кого очень плотные глиняные почвы куда бы внести бы в равных частях чернозема не перегноя чернозема и песка к этой глине которая у вас то почва стала бы идеальной но поскольку уже столько не поменяешь да это же огород огромная это понимаю но короткоплодные морковки такие как шантаны шантаны royal вот эта краса девица они очень хороши в вашей почве но прокапывать под морковь вам придется на глубину 35 сантиметров так же как от гладиолусы иначе вот такой морковки будет в устанете убирать остроконечная ну так скажем не очень такая красная ну достаточно оранжевая но она очень крупная до 200 грамм так санкина любовь а вот и новенькие санкина любовь премиум класса вот так это выглядит попробуем что это за морковка но я еще очень люблю нантик резиста флай да это тоже сорта тип нанской морковки у нанской морковки все на букву n это сама нанская 4 это нандрейн это наполи это нантик резиста флай и так далее есть хорошая морковка виталонга я тоже очень люблю замечательный красивая морковь она такая знаете деревенская красавица но она правда красавица а теперь значит я вам показала что должно быть между рядов морковки но еще хочу показать вот эту бутылочку и вы это запомните скоро это аммиак да нашатырный спирт так как мы его называем теперь правильное название аммиак на самом деле это не спирт это раствор азотистое соединение чем хорошо это азотистое соединение до тем что в в этой форме в которой находится азот она очень легко усваивается нашими растениями без дополнительной помощи бактерий представляете себе и еще прекрасно противостоит вредителям у нас мухоморковная кто да вредитель номер один просто на участке поэтому прежде чем вы начнете какие-то манипуляции с пачками семян да прежде чем сеется то есть я хотела сказать вы должны взять такие бутылочки либо такой аммиак есть пол литров очки есть нашатырный спирт и в магазинах хозяйственных пожалуйста приобретите значит пролить почву слушайте внимательно и ничего не придумывайте и не задавайте мне потом вопросов а вы же сказали 5 7 ложек нет я так не могу сказать потому что 3 столовых ложки вот не надо вот так чтобы булькала просто 3 столовых ложки на 10 литров воды не на 12 ведро не на 5 не на 7 на 10 литров воды и вы все это прекрасным образом из лички прольете свою грядку причем на одну грядку то есть на квадратный метр будет лейки многовато а вот на 5 квадратных метров будет в самый раз дадите испариться этому запаху чтобы самому не надышаться делайте пожалуйста рядочки пожалуйста с пятым чаем посыпайте и обязательно сейте свою любимую морковку вот так мы избавимся от морковной мухи когда морковка взойдет у нее появится три настоящих лохматых листика вот тогда очень аккуратно междурядье которое я вам показывала междурядье и бока мы еще раз прольем точно таким же раствором можем взять 2 ложки уже на 10 литров 3 уже как бы не обязательно но прольем обязательно после появления трех настоящих листьев услышьте меня я очень хочу помочь в этой войне с морковной мухой ну на этом все пока до свидания